Я Салий Бавур Хамедович, мне 59, к сожалению, лет. Являюсь детским кардиохирургом, большим опытом работы, являюсь одним из основателей детской кардиохирургии вообще в республике, кандидат медицинских наук, прошедший советскую школу кардиохирургии, прошедший обучение в различных зарубежных клиниках. Был такой академик Петровский, он говорил такую фразу, если брать всю медицину и ее олицетворять армией, то есть элитные войска в армии, это летный состав, авиация, это хирургия, как бы в здравоохранении или в медицине, а вот среди элитного состава есть космонавты, отряд, вот это и скардиохирурги. Почему? Вопрос так стоит. Дело в том, что кардиохирургию было войти сложно, потому что это была очень тяжелая специальность. Для того, чтобы ее владеть, надо было знать не просто хирургию, как накладывать швы и зашивать, но прежде всего надо было быть хорошим кардиологом, надо было ставить правильный диагноз, надо было изучить максимально сердце. Поэтому кардиохирургия это особая специальность, наряду с нейрохирургией, которая является элитой в медицине. Я, например, очень счастлив, что я работаю в этой сфере. Когда заходишь и говоришь, что ты кардиохирург, люди автоматически встают с места. У них есть такое отношение к кардиохирургии уважительное. Ну и потом, понимаете, когда ты открываешь сердце каждый день на твоих глазах ребенок или пациент, сердце останавливаешь, сердце заводишь, сердце выключаешь, охлаждаешь, согреваешь, это становится как бы обычной рутинной работой, но на первый взгляд. А по большому счету это все благодаря великим достижениям медицины, которые мы сейчас имеем. Были, конечно, очень интересные вещи. Дети, которых я оперировал в 2000-х годах, я сейчас приглашаюсь на свадьбу, хожу к ним на свадьбу, они сами тоже детей на свет приводят. Вот недавно у меня был такой случай. Я девочку оперировал двухэтапной коррекцией в 2000 году, она потом вышла замуж и, к сожалению, родила такого же ребенка. И я этого ребенка опять же через буквально неделю, месяц назад я сделал ему вторую операцию на сердце, он спокойно ушел. То есть семья настолько стала мне родной, что мне пришлось приводить в порядок здоровья не только мамы, но и ребенка тоже. Иногда задумываешь, боже мой, какой я станусь великим. А это просто рутинная работа команды, которая делает маленькие чудеса на работе каждый день. Я бы, прежде чем ответить на этот вопрос, сказал бы одну вещь на тебя. Я-то сидел, думал об этом. Понимаете, сердце всегда Сравнивается с какой-то благородностью. Это очень благородный орган сердца. И к нему надо относиться так же. Очень благородно. Почему? Сердце, оно, конечно, мышечный орган, оно обеспечивает весь организм кровью и питанием, но нельзя в жизни делать усилия, чтобы сердцу было плохо. Вот тут отсюда исходит, что вредит сердцу. Вредит сердцу, первое, это, конечно, вредные привычки. Курение, чрезмерное использование алкоголя, бесшабашная жизнь. Второе, это, конечно же, лишний вес и минимальные физические нагрузки. То есть, когда человек как бы лентяй, что ли. Надо все-таки над собой работать. Это вот основное. И, конечно, это все упирается и в питание тоже. Это надо все-таки умеренно кушать и желательно, как не кушать, жирную пищу. У нас узбекская кухня очень насыщенная жирами кухня, но надо стараться умеренно и в небольших количествах употреблять эти вещи. Тогда вы будете всегда по сердцу здоровым человеком. Полезна, конечно, вегетарианская пища. Там, где много микроэлементов. Это калий, магний, натрий. Те элементы, которые участвуют в сокращении сердечной мышцы. Это наши уважаемые абрикос или курага в сушеном виде, изюм, орехи и так далее. Хорошо бы употреблять не жирную мясную пищу, а вот, допустим, белое мясо. Это рыба, где есть фосфор, это курица. То есть, такие блюда. Больше надо их употреблять. Ну, конечно, мы не можем себе отказаться от нашего любимого плова. Но это не значит, что надо рыбу каждый день есть или три раза в день. Поэтому я рекомендовал бы прежде всего обратить внимание на качество пищи, которую мы используем. Ну, сигареты, как никотин. Понимаете, я не буду повторять ту фразу, что никотин бывает, там граммы лошади и так далее. Но никотин, он, конечно, влияет на все. Прежде всего, на сердечную структуру и легкие. Курильщика со стажем, у них есть хронический бронхит. У него часто возникает хроническая пневмония. А сердце должно качать кровь на это обеспечение крови малого круга или легких. А что касается алкоголя, я как врач не против. Но в умеренных дозах. И желательно качественные. Не какой-то суррогат. Если пить, надо пить хорошую водку или хороший кодек. Но, опять же, не в больших количествах. Почему? Объясняю, почему. Я не буду говорить, что это коронарасширяющий сосуд, расширяющий эффект. Нет. Понимаете, алкоголь люди пьют для чего? Для того, чтобы получить некоторые удовольствия. Забыть о проблемах, о стрессе, который может быть есть. Если это удается малыми дозами алкоголя исключить, то ради бога, вы будете только здоровее от этого. Обязательно вредны, особенно и сердце, и вообще для организма вредны эти вещи. Потому что это приводит к усилению сердечных сокращений, к спазму сосудов, к повышению артериального давления. И постоянно это приводит, в конце концов, к развитию артериальной гипертонии, к сахарному диабету. Это все отражается на сердечной мышце. Ваш покорный слога имеет сахарный диабет. Почему? Потому что я вот сопереживаю с больными, когда есть плохие результаты. Я вот в течение 20 лет своей работы, я все-таки получил этот диабет. Ну, конечно, я врач, я лечу его, конечно, но вот вам пример того, что нельзя все принимать слишком близко к сердцу. Это хорошим не кончится. Надо быть немножечко, понимаете, ситуацию отпускать. Есть такая фраза. Ну, это широкое понятие. Если говорить о врожденной патологии, то это основная причина, это вирусное заболевание у беременных в первые 3 месяца беременности. Если говорить о взрослых пациентах, то это опять же никотин, это алкоголь, это ожирение, это гиподинамия, то есть люди, когда мало двигаются. Человек, если помните, первобытного человека, они все мускулистые люди были. Они бегали, прыгали, потому что они боролись за еду, понимаете. А сейчас люди в связи с развитием технологий стали лентяями. Они, конечно, часть людей ходят в фитнес-центры, занимаются. А основные все гуляют в кафе, пьют водку, закусывают и так далее. Люди стали лентяями. Но в то же время, конечно же, надо понимать одну простую вещь, что у человека в жизни должен быть стержень. Какой стержень? Это отношение к идее, отношение к нагрузкам, отношение к труду, отношение к своим занятиям. Если человек со стержнем определенным, если он знает, что он живет в определенных своих рамках, то я думаю, что он проживет очень долго и хорошо. Был. Я скажу, когда. В 93-м году я защитился. В 95-м я приехал из Москвы. Тогда были очень тяжелые времена. Тогда было как-то к медицине отношение было несколько такое, знаете, упрощенное в плане финансов. И у меня было желание даже не возвращаться в медицину. Будучи кандидатом в науку по кардиохирургии, я просто не хотел идти в медицину, потому что, ну, были свои финансовые проблемы. Захотелось заняться каким-нибудь там бизнесом. Но я быстро понял, что самый хороший бизнес – это медицинский бизнес. Почему? Потому что, во-первых, занимаешься своей любимой работой, ради которой ты учился. Но остальное Бог даст, как говорится. И слава Богу, живем достойно. К нашему счастью, отношение к медикам стало еще более уважительное. Люди стали понимать, что медики – это очень нужные люди в обществе. Ну, если говорить, опять же, о взрослых, то это, прежде всего, конечно, появление отдышки. Человек становится, прямо поднимаясь, допустим, даже на первый этаж по лестнице, начинает почувствовать, что ему тяжело. Это первый признак. Задыхаться становится. Ну, и дальше уже появляется следующее, что сердечко у меня пошаливает, сердечко часто бьет, сердечко там аритмичное. Это все, конечно. Потом появляются отеки на ногах. Это все приводит к тому, что надо бежать к врачу и с лучшим проверять сердце. У детей, если брать детям, то дети иногда становятся синенькими. Один из причин появления патологии сердца. Дети становятся капризными, худеют дети. Часто заболевают пневмонией. Здесь тоже надо исключать патологию сердца. Ну, представьте себе, сердце нормального человека рассчитано на работу, если вес человека составляет порядка 70-75 килограмм. Это нормальный человек, считается. Когда увеличивается вес, соответственно, сердце работает с нагрузкой. Очень просто это понять. Ну, плюс 10% сердца работает без проблем. Плюс 10%. Допустим, это будет порядка 80-85 килограмм. Дальше начинает оно беспокоиться. То есть, оно начинает что? Утолщается сердечная стенка, миокард усиливается у него. Соответственно, когда человек худеет, он не худеет, он фактически здоровеет. Потому что ему становится легче ходить. Он порхает. А человек с лишним весом, он, конечно, начинает что? У него одышка становится. Он не может пройти 10 шагов спокойно. Это все связано с лишним весом. Мне нравится, когда показывают по телевизору проблемы ожирения в этих московских каналах, российских каналах, и ставят на весы 50 килограммов жира и показывают людям, вот это твой лишний вес. Это очень, так знаете, показательно. Поэтому люди с лишним весом, ну, прежде всего, им очень тяжело похудеть, потому что бросить вес всегда очень тяжело. Но лучше его не набирать. Человек почувствовал, что появился животик, что одышечка появилась на весах плюс 5 килограмм. Надо сразу с этим бороться. Надо сжигать калории. Чем? Вечерними прогулками, посещением бассейна. Но если есть уж хорошее желание, то бегать и заниматься фитнесом. Правда. К сожалению, сейчас встречаются болезни, ишемическая болезнь сердца уже молодых, даже 30 лет. Ранее, лет 10 назад, американцы рекомендовали всем мужчинам и женщинам свыше 40 лет обязательно проходить глубокое обследование сердца, особенно сосудов. Это называется коронарография. То есть, вводится катетер, введется лекарство в сосуды сердца, в венечные сосуды, и обследовать состояние, насколько они закрыты или открыты, или проблемы у них есть. Сейчас, к сожалению, встречаются случаи, когда пациенты старше 30 лет умирают внезапной смертью, то есть, от инфаркта миокарда, к сожалению. И если проводить параллель, почему, то на первом месте стоит проблема генетическая, в том плане, что есть молодежь, у которой родители тоже рано умерли именно от инфаркта миокарда. Есть такие семьи, где очень повышенный обмен холестерина. Второе, это аритмия сердца. Есть пациент, который, сами не зная об этом, ходит с аритмией, и внезапная остановка сердца, к сердцу, приводит к летальному исходу. Поэтому, если у человека появилась какая-то боль в сердце, появилось давление, даже в молодом возрасте, надо обязательно обследовать себя, чтобы исключить подобные осложнения в будущем. Ну, боль при, будем говорить, инфаркте миокарда, это острая боль, которая характер имеет загрудинные боли, и чаще всего это чувство жжения. Иногда это может быть и как бы кинжальная, такая резкая, сильная боль. Пациенты, которые имеют эту боль, они красиво не рассказывают, они просто берутся за участок, где находится сердечко, и просто сжимают, говорят, у меня болит сердце. Единственное, что мы можем в данной ситуации сделать в домашних условиях, это прежде всего положить, открыть форточку или окошко, чтобы было дышать легче, и дать под язык либо валидол, либо нитреглицерин, и сразу вызывать скорую помощь. Но если у него наступила остановка сердца, конечно, надо сделать по возможности массаж сердца. Ну, это уже, конечно, люди, которые хоть что-то понимают в этих ситуациях. Поэтому молодежи и вообще людям обычным знать, что такое непрямой массаж сердца. Иногда это спасает человеческую жизнь. Потом я привел пример в прошлый раз, что у моего родственника, близкого, который меня вызвал к себе домой с жжением в области сердца, и в это время курил сигарету одну за другой, и ходил по своему двору. Я вовремя посадил его в машину, отвез в инсульт кардиологию, где мы это выявили и занялись его лечением, и вовремя смогли тромб, который образовался в сосуде, его рассосать введением так называемого препарата стриптокиназа. У нас было на это время два часа. Понимаете, как только этот тромб рассосался, сосуд открылся, и ему стало легче. То есть, нельзя при болях в сердце это запускать, надо вовремя отброчаться к врачам. Это позволит минимальными усилиями вас вылечить. В особо крупных размерах, наверное. Я думаю, что чашечка кофе три раза в день не вредит сердцу. Но если больше пить, конечно. Хотя весь мир его пьет, это кофе. Я не думаю, что настолько оно вредит сердцу, чтобы прямо от этого сердца плохо стало. Эти все исследования делаются на группе людей. А человек, тот организм, он не может быть одинаковым. Нет, одинаково. Все они разные, имеют свою специфику. И все эти так называемые рандомические исследования, они имеют такой относительный характер. Но не рекомендуется использовать кофе часто и много. Так же, как и алкоголь, кстати. Ну, во-первых, профессиональный спорт, это очень большая нагрузка на сердце. Очень большая нагрузка. Вот вчера я посмотрел фильм, называется «Движение вверх», про баскетбольную команду Советского Союза. в 72-м году они выигрывали американцев Олимпийские игры. И вот там был такой Александр Белов, у которого была опухоль сердца. И он с этой опухолью сердца он играл, но правда через два года он ушел из жизни. И даже в то время американцы не смогли ему помочь. Они сказали, это неизлечимо. Надо было делать только пересадку сердца. Но при всем этом, если вы видели в этом фильме, он поднимал штангу, нагружал это сердце. Но это профессиональный спорт. Он очень изнашивает человека. Если любительский играет в спорт, то спорт это очень шикарное занятие для сердца. Сердце мышечный орган. И как любой мышечный орган, он любит немножко напрягаться. Он должен работать. Нельзя ему давать отдыхать. Хотя, если возьмете кардиограмму и посмотрите, мы все говорим, сердце постоянно бьется. Да, оно бьется. Но в сердечный цикл занимает одну треть сокращения, а две трети отдых сердца. Наверное, вы это никогда не слышали. Поэтому идет такая кривая ЭКГ, а потом идет небольшое расстояние между ними, между ударами. В это время сердце отдыхает. То есть, систол и диастол. Спорт помогает еще в чем. Во-первых, сердечная мышца, она как бы у профессиональных спортсменов утолщается, а у любителей она не утолщается. Просто она немножко напрягается, работает с нагрузкой. Это приводит к тому, что когда вы теряете калории, что очень важно, во время спорта вы теряете калории, которые вы приобрели благодаря еде. И вы держите себя в форме. Если вы не будете заниматься активным каким-то там трудовой деятельностью или активной физической нагрузкой, то вы будете эти калории все будут входить в ткани, будет ожирение. Лучше, конечно, заниматься спортом, но опять же, в умеренных размерах. Но если вы решили бегать по 5-10 километров, надо обязательно сначала обследовать у врача, чтобы исключить какие-то осложнения. К сожалению, от этого невозможно уйти. Начинаешь оперировать, сначала идешь от простого к сложному. И вот как только ты переходишь к границу простого, наступает тот момент, когда ты сделал вроде бы все, но организм тебе не дает шанса и ребенок умирает. Это, к сожалению, бывает довольно часто. Это касается только тех тяжелых детей, где ты используешь все последние ресурсы свои, но помочь как человек ты уже не можешь. Не всем. Это процентов 7-8 от общего количества она составляет этот процент. Он невысокий, считается, по крайней мере. Да, в зарубежных клиниках, в американских клиниках процент намного ниже, но это все зависит прежде всего от технологий. Если в начале пути мы выигрывали, получали результат 50-70% за счет своего энтузиазма, со своих знаний, стараний, 30% дает технологии. Это оборудование, это уход за пациентом, это медикаментозная поддержка. Здесь еще очень много проблем надо решать. Но с каждым годом становится все лучше и лучше результат и легче становится работать благодаря тем новым внедрениям, которые есть в медицине. Вы, наверное, понимаете, почему у меня есть диабет. Раньше я к этому относился очень болезненно. И сейчас болезненно. Но с возрастом человек, я не скажу, что это притупляется чувство, но ты начнешь понимать и немножко уже философствовать на эту мысль, что ты сделал все, что мог. Ты не Всевышний. Поэтому прежде чем идти на операцию с тяжелыми детьми, мы очень долго разговариваем с родителями, объясняем, чем это все может закончиться. Но нельзя быть абсолютно лояльным к результату. Любой хирург очень сильно переживает за результат. Любой врач. Нельзя воспринимать, что врач может спокойно отнестись и пойти дальше. В любом случае, это каким-то образом оставляется в сердце плохой результат. Это издержки нашей работы. Плохие издержки. Вы знаете, если учитывая, что очень много детей прошло, ко мне они приходят через 10-15 лет. Кого ты запоминаешь? Запоминаешь в основном тех, у кого операция прошла с каким-то осложнением и ты вытащил его с того света. Благодаря группе людей, которые занимались им, которые тяжело шел. Когда пациент он обычный, проходит обычно, он как-то не запоминается. Запоминается те, которых ты вытаскиваешь из того света благодаря тяжелейшему титаническому труду всей команды. Причем, надо сказать, что за это время у меня 5 или 10 семей, которые стали просто родными. Мы с ними даже общаемся постоянно, посещаем друг друга. Это из Кашкатарии есть мои семьи, из Хорезма, из Самарканда, Сэнди Жоанна. Они стали близкими людьми. В основном, конечно, приятно видеть в нашей профессии, знаете, что, когда выходишь с операции, и Раизы на тебя смотрят такими глазами и ждут от тебя, что же произошло. И ты говоришь, все хорошо. Вот это больше счастья, наверное, для человеческого. На тебя смотрят, ну, не как на Бога, по крайней мере, но все равно на тебя смотрят на какое-то особое состояние. Они на тебя смотрят такой надежный. И ты говоришь, да, эту надежу ты ему даешь. И вот эта радость, она не оценивается ничем. Ее невозможно оценить эту радость человека, которого ребенка ты вылечил. Ты знаешь, когда заходишь в операционную, и вот иногда бывают такие операции, которые ты делаешь с таким кайфом. Нет, ты делаешь операцию, все серьезно подходят, что... Но иногда так идет все настолько красиво и здорово, ты получаешь просто человеческое удовольствие от того, что ты сделал. Даже если ты устал после этого, даже если ты устал, все равно эта усталость настолько у тебя приятная. Вот этого ребенка, который я оперировал после операции, что я маме сделал. Представляете, вот маму я прооперировал дважды, она родила ребенка таким же диагнозом, я его оперирую второй раз, и оба родителя сидят, ждут меня, и выходишь и говоришь, что все нормально. Наверное, для этой семьи ближе и роднее человека, чем этот хирург, уже нет. Потому что и мама, и ребенок ее, сердце в руках было этого хирурга. Я всегда своим родителям говорю такую фразу, никто из вас сердце вашего ребенка не видел, кроме меня, и не держал. Вот не забывайте об этом. Я сейчас скажу одну вам вещь, ребят, но это вещь вы даже правильно принять ее. Самая большая трудность в работе, когда у тебя, как это объяснить вам, неподготовленный сотрудник. Я не люблю, когда мне врут и когда не знают. Две вещи я ненавижу просто. Я люблю людей знающих, умных и которые честны. В медицине без этого никак не получается. Иногда приятно сталкиваться, когда что-то прячут, не дают информацию и так далее. Но когда человек не знает, но при этом не говорит, что он не знает, а делает, как будто он думает, что он правильно делает, это самое плохое. Вот этого я боюсь и мне это больше всего неприятно в этой жизни. Помните фильм такой был этот великолепный век, когда Эмир говорит своему сыну больше всего и ты у меня умный парень, больше всего я боюсь людей, которые невежды, которые не знающие. Это люди, которые будут стараться показать себя знающими, делать по-своему, при этом будь неправы. Вот эта фраза она в принципе правильная во все века. Знающий человек, если даже он не знает, он скажет «я не знаю», а человек неподготовлен будет прятать свое незнание враньем или скажет «я знаю», но при этом сделает неправильно. Поэтому надо, особенно в медицине и в частности и в кардиохирургии, надо быть порядочным и честным человеком. Это очень важно. Я не буду говорить, что доктор должен работать 25 часов в сутки, я этого говорить не буду, но я скажу одно. Хороший доктор, который прошел хорошую школу, честен с больным, честен со своими коллегами и всегда сделает все до конца ради пациента. Это очень важно. За каждого пациента надо бороться до конца. Вот сейчас мне позвонил, парень говорит, что у ребенка немножко жидкость собралась в брюшной полости. Там на стерролике ребенок. Я пойду, сейчас будем ставить ему трубочку, чтобы жидкость убраться из животика. Я не пойду домой, я пойду опять в клинику. То есть ответственность. У врача должна быть очень мощная профессиональная ответственность. Тогда он может себя нормальным врачом. Если он с собой не работает и постоянно не добивает каких-то профессиональных успехов, это уже не врач. Это уже как бы сказать вам это наверное люди о балласт, врачебный балласт. Поэтому молодежь должна над собой работать, чтобы добиваться хороших результатов. Но самое главное, вы должны понять одно процесс. Человек знающий врач, он всегда имеет достойную жизнь. Я опишу не работу, а жизнь свою тревословие. Я в своей жизни люблю три вещи. Первое это свою семью, жену, конечно. Второе это работу, мою любимую работу. И третье просто жить, радоваться каждому вздоху, когда ты встаешь утром и все нормально. Вот это вот мое кредо в жизни, что надо любить все, что ты окружает и ценить это. Я вообще считаю, что я Богом одаренный человек. Да нормально все. Я пожелал бы даже своему сыну, который сейчас работает со мной, стать хотя бы как я. Ну конечно он должен стать лучше. Но успешность, в чем проявляется успешность? успешность приводит то, что у тебя достойная жизнь. Ты можешь перед своими сокурсниками похвастаться, что у тебя хорошая специальность, что тебя люди знают. Немаловажную роль играет популярность среди масс. А как она добивается? Только через пациентов. Прооперирую хорошо пациентов. Он сказал другому. Вот есть доктор, который хорошо оперирует. И потихонечку это рекламируется. Поэтому врачебная успешность это прежде всего вылеченный пациент.